Этот форум стал уже пятым. Несмотря на это, каждый год такое событие помогает руководству города узнать мнение молодых горожан из первых уст. Тех, кто приехал послушать чаяние молодежи и дать компетентные советы, было немало. Представитель сферы образования и ЖКХ, председатель общественной палаты нашего города, депутат Думы. В работе форума принял участие и глава Новоурайского городского округа Александр Баранов. В последнее время я очень много провел встреч со старшим поколением, с ветеранами нашего города. И вот сегодня такая большая встреча с молодежью показала, что в принципе-то проблемы одни и те же. Больше для молодежи проблемы трудоустройства, а проблемы благоустройства города, работы там тех же магазинов и так далее. Эти проблемы касаются и всех, и старшего поколения, и молодежи. Поэтому это тоже полезно для власти, знать мнение молодежи по насущным проблемам города. Молодежь всегда активна, и от них все равно заряжаешься энергией, и смотришь, какие проблемы, вопросы их интересуют. Мероприятие проходило в два этапа. На первом участники форума в рамках диалога с властью задавали свои вопросы гостям. А во второй приглашенные специалисты рассказали молодому поколению про специальную оценку условий труда, развитие лидерских качеств и программы поддержки молодежных инициатив. Представители органов молодежного самоуправления презентовали участникам форума свою работу. Проведение такого мероприятия не ограничивается одним днем. Ведется большая работа по подготовке мероприятия, создание резолюции форума и, главное, контроль за исполнением принятых решений. После каждого проведения такой встречи, диалога с властью, у нас всегда вырабатывается либо резолюция, либо какие-то рекомендации, которые направляются работодателям, администрации, Думе городского округа и остальным заинтересованным лицам, которые работают непосредственно в контакте с молодежью. После этих резолюций, рекомендаций, получается результативная работа, и все-таки мы получаем какой-то положительный результат по направлению с работы с молодежью. Отметил Максим Бабошин и активность рабочей молодежи, ее желание поднимать проблемы и совместно искать пути их решения. У нас достаточно активная молодежь, если можно даже сегодня посмотреть, у нас более 100 человек, 120 человек приехало к нам сегодня на форум, а мы проводим его все-таки в самоцветах. И это достаточно высокая активность, потому что любое молодежное мероприятие, которое проводится теркомом, всегда находит свой отклик в организации у работающей молодежи. Они идут на эти мероприятия всегда с интересом, задают интересующие их вопросы, участвуют в этих мероприятиях. Участники форума, а их, к слову, было более 120 человек, по достоинству оценили слет и его роль в решении насущных вопросов и вовлечении в общественную жизнь тех сотрудников предприятий, кто только начал свой профессиональный путь. Я тоже знала, что вопросы, которые она поднимает, решаются. Думаю, в течение сегодняшнего форума молодые специалисты найдут ответы на поставленные вопросы и представители власти подскажут, какие органы необходимо обратиться для решения различных вопросов. На первом месте вопрос жилищный. Молодые специалисты заинтересованы в собственном жилье и существуют программы определенные. И, в принципе, за то время, когда я нахожусь в профсоюзе, видно, что этот вопрос так или иначе решается. Но он сложный, да, как и многие другие, поэтому, может быть, не совсем это быстро происходит. Кроме того, вопрос трудоустройства и заработная плата. Были на мероприятии и те, кто впервые принял участие в работе профсоюзного форума. Эти молодые специалисты поделились со съемочной группой на Уральской вещательной кампании своими впечатлениями. Мне понравился этот форум. Во-первых, с главой администрации пообщаться с депутатами и обсудить все проблемы, которые созрели у молодежи. Мне понравилось это живое общение со всеми. То есть вопросы задают и четко получаешь на них ответ. По поводу значимости этих мероприятий я могу сказать, что они нужны обязательно. Это в любом случае, потому что на таких мероприятиях, как правило, в такой обстановке, неформальной достаточно, раскрывается действительно потенциал молодежи. Самое, что главное, не бояться высказываться, не бояться лицом к лицу, так скажем, встретиться с депутатами, с нашей властью, завести диалог. Меня как молодого специалиста больше интересовали вопросы образования, вопросы, которые связаны с становлением на ноги, так скажем, молодых специалистов. Первый раз приехал на данный форум. Очень интересно. Много информации. Очень полезно для себя. Даже задал вопрос про детские садики. Вот, ну, да, интересно. Опыт таких встреч показывает, что сегодня молодых жителей города волнуют вопросы индексации заработной платы, социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Но при этом они не перекладывают ответственность за их решения на кого-либо, а сами готовы активно включаться, предлагать пути решения и добиваться результата. Виктор Малышев, Иван Вахмяков. Объектив. Итоги. Помимо этого члены молодежной администрации...